Продолжая нашу тему, мы переходим к такому вопросу, как психология преклонного возраста. Мы же говорили с вами о прекрасной работе Цицерона о старости. И там есть цитата, на которой Ломоносов писал свои знаменитые стихи «Науки юноши питают». Написано тут так, у Цицерона. «Пределы другим радостям ставят и время, и место, и возраст, а занятия науками юность нашу питают, старость услождают, в счастье нас украшают, в несчастье прибежищем и утешением служат, радуют нас дома, не мешают в пути, с нами они на покое и на чужбине и на отдыхе». Это чудесная такая цитата, занятия науками. Когда у пожилого человека стало побольше времени, чем у молодого, я сколько раз замечала, что мои сверстники углубляются в изучение истории, в изучение естествознания, в изучение периодов войны, изучение великих личностей в истории. Им очень много делается интересным. «И они, науки, питают юность, старость услождают, в счастье украшают, в несчастье прибежищем и утешением служат, радуют нас дома, не мешают в пути, с нами они на покое и на чужбине и на отдыхе». Поэтому это такое особенное время, когда ты можешь, используя свой опыт, многое из опыта исторического себе взять. Вот в этой книге Цицерона говорится об искусстве стареть и о том также, что к старости нужно готовиться с юности. Вы знаете, это великая вещь, когда человек с юности привыкает читать, записывать мнение о прочитанном, когда он любит книгу, когда он любит набирать знания. Это останется с ним до самой его кончины. Он не сможет уже, может быть, гулять, ходить, заниматься каким-то активным трудом, но он может читать. Старенькие сестрички, они всегда больше всего переживают, когда глаза плохо видеть начинают. Ну, здесь тоже помощь нужна. Вот. Готовится с юности. «Жизнерадостность, отсутствие зависти, неподатливость мрачным настроениям, способность к быстрому восстановлению после психических травм – эти качества закладываются в юности и повышают жизнеспособность человека. А молодые люди, которые пассивные, ослуждающие, ожесточённые, боязливые, себя любивые, они обычно остаются такими и в старости». Я не знаю. Это великое, конечно, приобретение, быть благочестивым и довольным. Это великое приобретение. Причём это приобретение. Приобретение. Это не то, что тебе, естественно, дано по природе. Ты приобретаешь, ты работаешь над собой. Ты стараешься справиться с плохим настроением. Ты стараешься не быть осуждающим, не быть трусом, не быть эгоистом. Уже в юности очень важно, я всегда вот эти строчки написаны мне для моей молодой аудитории, уже в юности важно доводить до конца начатое дело. Ты начал, ты закончи. Иначе нас ждёт слабая и обозлённая старость. Ни один лентяй до глубокой старости не доживает. Заносчивый, неуживчивый нрав, тягостен в любом возрасте. Старость легче у тех, кого любит молодёжь и кто сам её любит, и всегда находит для неё время. Вы знаете, это очень интересно. Что такое любовь? Любовь – это время. Время, отданное на общение, на заботу, на то, чтобы обдумать, чем порадовать человека, что рассказать ему, чем послужить ему. И вот эта вот характеристика молодых людей, мне приходится так много встречаться, вот это вот боязливые, себялюбивые, ожесточённые, пассивные, осуждающие, критиканы такие. Да ещё и права-то нет критиковать. Как всё критикуют. И это очень плохое начало, потому что будет слабая и обозлённая старость. Слабая, потому что всего боится, нерешительность какая-то, паралич воли. А должно быть мотор, мы к вами говорили. Могу, хочу, делаю. Могу, хочу, делаю. И нужно трудиться. У активно работающих людей хорошо сохраняются все виды памяти. Успех в труде – это не только производительность, но это влияние на окружающих. Вот это получается, вот эта вот социальная активность. И вы знаете, что нужно иметь будущее. О чём мы думаем и мечтаем? Если о прошлом, то мы психически стары. Если мы всё время думаем о прошлом. Если о будущем, то мы молоды. У нас есть цели, перспективы. Отсутствие будущего разрушает человека. Опять я невольно думая про Библию. Вы знаете, что я... Очень стыдно признаваться, но я недавно только поняла, что всё главное, что Бог нам даёт, это Бог даёт надежду. Бог даёт надежду. Реально мы можем многого не иметь. почему и сказано, имея пропитание, одежду, будем довольны. И Он не обещает нам золотых дворцов, но Он даёт надежду. Всё, что Бог обещает, все Его обетования, они касаются спасения души, прощения грехов, изменения нашей личности. И даже, говоря о спасении, там написано в Библии, мы спасены в надежде. в надежде, что надежда – это что-то такое великое, что мы можем пройти по этой жизни со всеми трудностями, провалами, неудачами, переживаниями, потерями, имея надежду. Свет, имея надежду. И если у тебя нет надежды, то это пришла смерть твоя. Как это? Но верующий человек, он ведь умирает опять с надеждой. У него есть надежда на обетование Божье, обетование, что он обещал, что он встретит нас там, что мы увидим его, как он есть, что мы входим в вечность. То есть, представляете себе, что жизнь без надежды – это не жизнь. Даже такая поговорка есть – надежда умирает последней. Так вот, надежда связана всегда с будущим. Если мы чего-то имеем, чего нам тогда и надеяться. Правда? Надежда связана с будущим. И отсутствие будущего разрушает человека. Ну, Данте такой был великий поэт средневековья. Он описывал ад такими словами, что там надпись – «Оставь надежду всяк сюда входящий». «Оставь надежду всяк сюда входящий». все, тупик. Понимаете ли? У верующего человека такого положения нет и быть не может, потому что навсегда впереди… Что я почитала? Ожидание праведника – радость. верующий человек, имеющий праведность Божию, праведность Христову. У него всегда впереди радость. Умирать будем – впереди радость. В любой мрак. Впереди радость. Что бы ни было. История донесла нам чудную повесть о том, как великий будущий евангелист Весли английский на корабле встретился с марафскими братьями, пылкими верующими евангельскими. Была буря, корабль, вот-вот потонет, все бегают, кричат, а они где-то за трубой там сели, от ветра спрятались и поют гимны. И он потрясённый подошёл и спрашивал, а почему вы не боитесь? Они ему улыбнулись и сказали, господин, если Господь хочет нас взять, так это хорошо. Если он хочет нас ещё оставить в этой жизни, так это тоже хорошо. Поэтому в любом случае мы радуемся и воспеваем Богу. Вы понимаете ли? Нам оставлены дивные стихи. Вот о вакууме, если не будет овец в загоне, виноград не даст плода. Я тогда буду славиться. Бог не умер, Бог жив. Вы понимаете ли? Вот эта удивительная черта. Это Бог даёт надежду. Когда у нас была великая эмболизация, вот после перестройки, у нас приезжали, в общем, стадионы, такое было великое пробуждение, нам всем дали значок, Бог даёт надежду. И мы прикрепили надежду, их ходили всегда. И люди останавливали, говорили, в самом деле Бог даёт надежду. В самом деле есть надежда. Бог даёт надежду. И знаете что? Это главнейшее, что Он даёт. Потому что, если у нас нет надежды, мы не можем взять Божьих обетований. Если нет надежды, мы и спасения не возьмём. Нет будущего. И если нет будущего, то это разрушает человека. Рухнула надежда. Человек кончился. В простонародье есть такая пословица. Надежда умирает последней. Да, да, да. Я к чему-то приводила это высказывание. Это хорошо понятно, да? Потому что это очень важная мысль. Если мы живём прошлым, то мы стары. Если мы живём будущим, то мы молоды. Если нет будущего, это разрушение жизни. Иметь будущее – это иметь надежду. – это иметь надежду. Есть много примеров. Долголетие людей с творческим потенциалом. Все вот эти долголетние люди с творческим потенциалом – это впереди будущее, впереди творчество, впереди надежда. Вы не представляете себе, вернее, каждый представляет себе, конечно, представляете. Когда впереди что-то вас ждёт приятное, то вы даже подождёте умирать. Вам надо дождаться этой встречи, вам надо дождаться, когда там что-то, ваша книга публикуется, или ваш проект какой-то пройдёт, или вам надо дожить до этого времени. Говорят, когда во время войны армия, которая побеждала, там не было больных. Там всё заживало. Всякие насморки, там гриппы, даже такого названия не было. Понимаете ли? Потому что надежда, потому что победа, потому что у тебя впереди свет. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чём молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Вы знаете, что... Тут примеры интересные. Гёте написал вторую книгу Фауста в 80 лет. Тициан художник в знаменитую картину «Оплакивание Христа». Ему было 99 лет. Павлов написал свои условные рефлексы 78 лет. С возрастом повышается качество принимаемых решений и точность диагностики. Это поэтому для врачей... Старые врачи очень ценные врачи. В профессиях врача и преподавателя огромную роль играет жизненный и педагогический опыт. В старости есть время для размышлений. Поэтому решения взвешенные. Тот же Цицерон в своей книге говорит так. «Мудрец тот, чья жизнь представляет собой одно целое, и кто в старости осуществляет планы, задуманные в молодости». В молодости ты мечтал об этом, и вот ты в старости осуществляешь это. Чудно. И нельзя жаловаться. И нельзя сердиться. У нас был старенький пресвитер в луге. Простой брат. Он с усами такими строгий. Выходил на кафедру и говорил «Братья, сестры, не жаловайтесь». Спросишь его «А как братик сам живешь?» Он говорит «Ну как? Ну, приключения бывают. Приключения это когда жена в параличе, когда дочь тоже больная, когда с огорода только живет. Приключения. Ну, бывают приключения в жизни. Мне так нравится. Ну, приключаются чего-то». Бесподобный человек был. Ненавистник, сын, приезжал ему с севера, ненавидящий христианина, отца. И шел на него с ножом. А тот ему шел на встречу с протянутым огурчиком, только что вырос. Ну, того нож падает, конечно, из рук. Вот этому сыну уступил дом теплый. Сам в такую раннюю весну на верандочке поселился. Михаил Яковлевич спрашивал, да что же это делается? Он говорит, милая, а кто ему еще покажет, как правильно жить? И ничего, старый человек на этой верандочке промороженный, ничего не заболело, ничего не стало с ним, понимаете, как любовью движим. Вот такие примеры в жизни встретишь. Вот я говорю, как мы все друг другу помогаем. Я много примеров так и жизни привожу. Это же все люди были, которые живы, а кто-то уже и умер. Но они со своими примерами дали мне. Это стало частью моего опыта. Не жалобайтесь правильно. и на зло отвечайте добро. Нельзя жаловаться, нельзя сердиться. Нужно хранить достоинства. Вы знаете, что такое до слова приходит, когда человек или кричит, или сердится, или жалуется, какая-то худопородность. Ну, ты же дитя Божье. В псалме сказано «К дивным твоим все желание мое». Посмотрела я что-то, как понять дивное, что это такое со словом. Знаете, какое-то толкование? К той единственной аристократии, какая только есть в мире, все желание мое. Верующие это единственная реальная аристократия. Высшая элита. К дивным твоим все желание мое. И когда ты, будучи единственным настоящим аристократом в этой жизни, ты сам унижаешь себя, свое достоинство, когда ты кричишь, когда ты ругаешься, когда ты выходишь из себя, когда ты жалуешься, ты унижаешь сам себя. Ты роняешь свое высокое, высочайшее достоинство. Нужно хранить достоинство и создавать благожелательную атмосферу. А вот допустим, гнев, он не славит человека, но это хотя бы какое-то выражение, хотя бы человек что-то выражает, а равнодушие, если человек просто-напросто равнодушен к любой какой-то ситуации или что, это же намного хуже, наверное. Вы знаете, что равнодушие это ужасное качество, это мертвый человек совсем, но ведь тот же самый гнев и несогласие, ведь это у нас есть речь, у нас есть слова. Вы знаете, один из моих внучатных племянников, он когда родовая травма какая-то была, он долго не говорил. Ему уже три года, четыре года, а он не может говорить. И от того, что он не может словами выразить, он впадал в приступы дикого бешенства. Он начинал колотить, бить, разбивать, он не знает, как сказать. А у нас есть речь. Подбери слова. Иногда взгляда достаточно. Есть еще эмоции. Иногда с эмоциями надо справляться. Не получается у нас вот. Так слово тоже. Знаете, что слово убить тоже можно. Вот очень многие вещи можно сказать словом, выразить. Вы знаете, что здесь замечательный нам образ дан Христа. Сколько я ответов получила в жизни, когда я стала думать, а как бы Христос поступил? Или как он поступал? Ну, подходит к нему эта мать сынов Зеведеевых и просит, чтобы по правую и по левую руку. И она говорит, можете ли пить чашу, которую я пью? Можете ли креститься крешением, которым я крещусь? Те молодцы бодро отвечают, не знаю, что за чаша, что за крещение. Ни малейшее понятия не имею, бодро отвечают, можем. И что он сказал им? Будете это, пить и будете креститься. И в самом деле все его апостолы умрут мученической смерти. а кому сесть, это не от меня зависит от Бога, от Владыки. Вы понимаете ли, он от этой глупости мог бы рассердиться тоже. Что они говорят, что они говорят. Но он очень понимал, вы помните, это же потрясающая вещь, когда на кресте он молился, они не понимают, что делают, прости Господи. Они не понимают. Ну глупые, ущербные, слабые на ум, самая мягкую вину приписал им. Я видела Христа гневающегося, только когда он говорил с фарисеями и когда ревность по доме твоем храм очищал. Понимаете ли, как? Это вопрос шел о том, что есть владычество Божье, есть истинная вера, и не смеют никто подменять. Тем более мы прекрасно знаем, да, Марьяна Сергеевна, что Христос всегда смотрел на сердце человека. То есть одна и та же фраза, одни и те же слова могут высказаны разными людьми, но ее воспринимать можно разным, потому что от сердца исходит это. И он прекрасно видел сердце этих сыновей Завидеевых, что они никакой корости не имели, а только из человеческого понимания они это и говорили. Да, 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 да. Очень многому я знаете, столько уроков получила, как ввел себя вот Христос. Там описан такой эпизод в Библии, когда Христос исцелил в одном селении всех больных и пошел на гору молиться, а утром приходят ученики, говорят, учитель, там еще больше принесли и больных и этих одержимых и все ждут тебя. А он сказал нет. Пойдем в другое селье. Надо еще в других городах проповедовать. То есть понимаете ли как, очень часто люди хотят нами манипулировать, но у нас у каждого есть свой путь и свое направление и мы имеем право этим путем идти. У нас есть свое назначение. Когда тебе говорят давай пойдем туда, пойдем сюда, это что будет? Это никуда мы не придем. Понимаете ли, это очень интересный пример. Мне должно, у него есть должное, у него есть главное, что он должен делать. И он не пришел, чтобы быть пунктом скорой помощи, потому что исцеленный снова опять заболеет. воскрешенный снова опять умрет, потому что плакал он над могилой Лазаря, над этой человеческой судьбой греховного человека. Так, так что нужно поощрять просвещение и деятельность пожилых людей, чтобы они чувствовали себя востребованными и поощрять их духовный рост. Можно прожить вторую половину жизни с такой же целеустремленностью, что и первую. И долго наслаждаются жизнью люди активные. вот я чуть задержусь на этом. Востребованность – это великая вещь, когда ты нужен, когда ты нужен. В старое время, знаете ли, отец и сын имели одну и ту же профессию. И отец передавал все эти навыки своему сыну. И отец был нужен и взрослому сыну. И даже будучи сам старым, он нужен был, потому что у него опыт и знания. сын спрашивал его. И отец чувствовал себя востребованным, важным и нужным человеком. Вы знаете, что быть востребованным – это очень важно. Я забегаю вперед, потому что церковь может делать для пожилых членов. Но я узнала совершенно парадоксальную вещь. Старого человека надо не ублажать, а гонять как сидорову козу. Ты очень нужен, без тебя пропадем совершенно. Понимаете как? И он будет жить и счастливо исправляться со своими болезнями. Понимаете, ты нужен. Стимулировать его необходимость. Да, 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 и показывать. Поэтому это замечательно, когда церковь может это делать. у нас был такой момент, когда была евангелизация, приезжали у нас великие евангелисты, и нужно было раздать в нашем пяти миллионном городе один миллион этих газет, приглашений. собрали всю церковь, главным образом пожилых. Надо сетры раздать. Без вас совершенно никак. Вы видели этот муравейник, как они организовались, чтобы через весь город не носить какие-то пункты по всему городу, где эти будут сложены газеты. Как они брали эту пачку, как они молились перед каждой дверью, опускали они в ящики. Попутно они всем встречным еще говорили, попутно они беседовали со всеми. Вы бы видели нашу церковь. У нас исчезли все старые, у всех глаза молодые, сияют, важнейшее служение для Господа делают, народ собирают на этот стадион. Ой, я помню это замечательное время. И когда второй раз приехал этот евангелист, пастор у нас пожалел стареньких и заключил договор с почтой. И все эти наши листочки все оказались в помыльных ящиках. Спасибо. Игорь Негода.